Пожалуйста, мы все общаемся Те, которые смотрят нас на онлайн Мы вас тоже всех приветствуем Будьте участники с нами Я хочу прочитать место Писания Очень, буквально несколько слов Вот такое место, может кто-то скажет оно не вовремя Но я думаю, что это вовремя Это Матфея 25 глава 46 стих Это заключительные слова Христа на одной из притч Но это напрямую относится к нам И пойдут сии в муку вечную А праведники в жизнь вечную Это конец жизни Конец существования Земли К большому сожалению, часть Земли пойдет в муку вечную И все, которые приняли Христа Пойдут в жизнь вечную И я верю, что все в этом зале мы пойдем в жизнь вечную Для вечной радости И для этого мы делаем эти служения И для этого мы стараемся, чтобы быть участниками в этой трапезе Для этого Сын Божий пришел на эту землю Чтобы мы все пошли в вечную жизнь Это не абстрактно Это реальные вещи, которые ожидают нас Очень скоро Задумайтесь над этим Жизнь вечная Или вечное мучение А я верю, что мы сегодня все Являемся жителями и гражданами Небесного Царства И будем вместе радоваться в вечности с нашим Господом Поэтому в этой молитве И в этом собрании И вообще в нашей жизни Давайте славить и благодарить нашего Господа Он достоин славы Молимся Наш добрый Спаситель Мы благодарим Тебя Мы славим Тебя, Господи За то, что Ты приобрел для нас, Господи Вечную жизнь И мы все являемся гражданами Твоего Небесного Царства, Господи И мы благодарим Тебя за все то, что Ты сделал Для каждого из нас Лично, Господи Ты отдал свою жизнь Ты пролил свою кровь Ты, Господи, даровал для нас жизнь И жизнь с избытком, Боже И от всего сердца От всей души Мы благодарим Тебя Мы славим Тебя Господи, у нас прекрасная жизнь У нас прекрасное будущее, Господи У нас прекрасное наследство У нас прекрасный Отец, Боже И мы поэтому благодарим Тебя И наше сердце, оно исполнено радостью, Господи Потому что Ты любишь нас, Боже Слава Тебе за всем И в это время благослови это служение Приготовь каждого из нас Чтобы нам быть достойными участниками, Господи В этой трапезе я молю Тебя Благослови, Господи Пусть Твое имя будет прославлено В нашей жизни всемогущего, сильного, святого Бога Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас в искушение Но избав нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила И слава Во веки Аминь Иисус Христос жив Он жив Как много сегодня довольны этим Но почему-то не слышно восклицание Вы знаете, я не знаю, может быть, я неправ Но мне кажется, мы чуть-чуть не дотянули до того, чтобы начать прославление Знаете, насколько важно начинать прославление с правильной ноты? И с правильным сердцем И с правильным сердцем Я бы не хотел Чтобы мой Бог Которому я служу Тот, который превознесенный Но в нашем собрании Он выглядел таким бедным For him to look so poor and belittled Я ревную И я хочу И я хочу Чтобы ты и я Мы могли превознести нашего Господа И когда зайдет человек в это помещение Он посмотрит твои глаза, твое лицо И он действительно верит своему Господу Действительно его Бог есть Бог прекрасный И он действительно его Бог есть Бог живой И his God is alive Я хочу, прежде чем мы начнем прославление До одного До малого и большой И старого и преклонного возраста И нету разницы Мужчина или женщина Я хочу, чтобы мы сейчас произнесли молитву перед Господом Иисус покрой нас Своей кровью Мы нуждаемся сегодня В крови Иисуса Христа Прежде чем мы пойдем славить Я хочу, чтобы кровь Иисуса А мыло меня, мыло тебя Покрыло нас сейчас Подними свои руки Raise your hands И просто начни молиться И start praying Тебе нужна сейчас кровь Иисуса You need the blood of Jesus As never before You need the blood of Jesus Accept the blood of Jesus Иисус, мы благодарим за Твою кровь Мы благодарим за раны Твои Мы благодарим за жертву Твою Мы по-особенному сейчас Превозносим Голгофский крест Мы превозносим Твой подвиг Мы превозносим силу крови Твоей Аллилуйя Кровь Иисуса мыло нас Кровь Иисуса оправдала нас Она омывает нас от всякого греха И мы исповедуем перед Тобою Всякий грех Мы исповедуем Господь И сговорим Мы были виновны перед Тобою Но кровь Иисуса омывает нас Иисус, защитник мой Он ходатай мой И сейчас перед Отцом Небесным Он ходатай стоит о моем прощении О моем исцелении О моем восстановлении Аллилуйя Я принимаю силу крови в мою жизнь Кровь Иисуса очищает разум Мои мысли, мои глаза Мои узнал мой слух Мое сердце темени головы Но поношено кровь Иисуса покрывает Аллилуйя Я благодарю Иисуса кровь Твою Я благодарю за силу крови Твоей Я благодарю Тебя, что посредством крови Иисуса Я могу сегодня радоваться и торжествовать в имени Твоем Иисус нет больше радости Чем осознать, что я спасен Я спасен, я свободен Я прощен Аллилуйя И я омыть кровь Иоаннцев И Иисус называет меня другом Своим Он называет меня сыном Своим И мое имя в книге жизни Мы благодарим Тебя И благословляем имя Твоего Веки веков Повернись ближе Мы эту песню поем верою Мы верим, что жертва Иисуса я спасен Я верую, поэтому я пою Аллилуйя Пой сегодня вместе с нами Жертва Иисуса Христа Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня Ранами Иисуса Христа Я и силен Нет сомнения Кровью Иисуса Христа Я и силен Я и силен От греха Я и силен Жерез сверху Иисуса Христа Не дана Жить век Житая жертвой Жертва Иисуса Христа Я спасен От огня Ранами Иисуса Христа Я и силен Я и силен Нет сомнения Кровью Иисуса Христа Я мыт от греха Жерез сверху Иисуса Христа Я и силен Жерез сверху Иисуса Христа Жерез сверху Иисуса Христа Я и силен Яjar Я и силен Я и силен Яwalker я randomly а я не ему жертва иисуса христа я спасен от огня на на бисе саги со и я и сына нет сомнения кровью иисуса христа я бы от греха иисуса христа я и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Каждую ночь и каждый день Ты свят Господь Имя Твое превосенесенное Славно aw a medical Семько поклоняется тебе Слави Тебя, день и ночь возносится хвала для Тебя, Для искупившего нас, отдавшего свою жизнь. Аллилуйя, претерпевший крест, взявший на себя наше посрамление, Наше отвержено, наше проклятие, Ты взошел на крест и выпил чашу татура. Ты не погнушался на нас, но такими, как мы были, Ты принял нас в свои объятия, а мыр нас очистил, перевязал наши раны, И сегодня льется песнь Тебе, Иисус, Ты достоин, Ты достоин от Людей Божий, Потому что Ты искупил нас, Ты оправдал нас, Ты жизнь наша, Ты уделил нас, Ты радость и восторг, Ты мир и покой, Ты Бог мой, На Которого я поднимаю мои глаза и восхищаюсь моим Богом. Достоин, достоин, аллилуйя, Ты великый слоны, Я буду славить Тебя, я буду петь Тебе, Ты отец всего творения, Ты отец всего творения, Воскреши Божий Син, Эрви вас наше святина, Твой круг, твой круг, поздоси чан, Своя народа слаба, Амилуя, слабо, Не путь к открив, Я саможиву, Кажду'ю на очи, каждый день, урабашия поэрокосом дала на манарай ману прей оллинея симправащия преосон дала на дух возвещает о великих делах божьей аллилуйя урабаши умбрекосом дала романанай великий славен наш господь великий славен господь аллилуйя посреди церкви своей урабаши мбрэй шикамбороса эндела рамая дэй мбрэй шикамборой аллилуйя достоин 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 святый достоин святый достоин ты великий славен мы пришли сегодня поклониться тебе мы сегодня пришли почтить тебя мы сегодня пришли почтить сына божьего который отдал жизнь свою за нас склоняясь перед тобою низко в смирении в трепетном сердце и просим тебя дух святой покрой нас в это утро мы так нуждаемся в тебе дух святой чтобы наша жертва была совершенная покрой нас дух святой чтобы царь славы был привозить все покрой нас дух святой мы сейчас нуждаемся в тебе свежей сиелее помазание твоем богатрия шакамбороса эндела мы нуждаемся в твоем прикосновении дух святой прикоснись сейчас прикоснись стоящих на сцене прикоснись стоящих в зале прикоснись те даже которые стоят до ухона прикоснись сейчас дух святой своей силой своим авторитетом своей властью прикоснись сейчас дух святой ора мащия брея куша на барабарам дуб праиси белорни тоуде всякий умный дух да уйдет всякая тревога да уйдет всякие и ранение добод妹 со глаза до царя славы седящего диск туда было за бресту неслава ему и иисус его имя иисус он достойный он достойный звонки на брея шекова пороси дома на лая ки-на-на-ла-башия прямо соло лая пора бала-найаши молнии шайла на бра-сунга лая ки-на-шина Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус, мы превозносим Тебя, Ты достой, Ты достой, Широпей. Поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, Царь, Иисус, поклоняемся Тебе, бежит Тебе, приводаем обятия Твои, Ты един, Ты един Бог наш, Ты един, И в это утро бегать и принести совершенную жертву для Тебя, без порока, без смерта, самую лучшую, самую драгоценную Тебе, Тебе, Иисус, Тебе, родной, Тебе, любимой, Тебе, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сердце чистое садовало Водя церковь, я бы попросил, если мы можем преклонить просто колени перед Ним Склониться низко перед Ним, почтить Его имя Стать просто поклониться Ему, сказать, Иисус, Ты свят для меня Ты свят, драгоценный Бог Мы склоняем наши колени перед Тобою Мы чувствуем, что мы недостойны Тебя И склоняясь низко перед Тобой, Отец Мы благодарим Тебя, благодарим За то, что мы можем встать перед лицом Твоим Склонив колени, смирив сердце свое перед Тобою Мывшись в кровьянца, приди во святую святых И поклониться святому, святому Тому, кого не мешают небеса Кто так велик, кто так свят Боже, склоняемся и поклоняемся Тебе Поклоняемся Тебе, поклоняемся низко Поклоняемся для Тебя, Иисус, свят Свят, 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 свят желаю Свят, свят, свят самого Свят, 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 свят самого Свят, 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 аллилуйя Вовеки гроши я прейся, Ироли моя, всегда лунова, Приящие гордей символа, Аллилуйя, волы не лай, Боли моя, самовала, Болы не лай, Аллилуйя, Сердце чистое сотвори во мне, Сердце чистое сотвори во мне. И своей живой водой, Сердце мое, Сердце чистое сотвори во мне, И своей живой водой, Сердце мое стоя перед тобой, Иисус, мы просим, Сердце чистое обнови нас, Измени нас, отчасти нас, О, сделай снег обильный, Аллилуйя, наше сердце, Сделай нашу внутренность, Способно обещать Тебя, Способно изменяться, Сделай нас таким ельцом, О, яви свою славу, Пусть сияет лицо наше, Пусть лица сияет лицо славы Твоей, Видишь, и тебя он любит, Он будет сиять, он будет радоваться, Он будет торжествовать, Ты Бог дашь, Аллилуйя, О, сотвори во мне, И своей живой водой, Сердце мое. Мы поклоняемся Тебе, драгоценный наш Бог, Склоним колени наши, Мы признаем, что нету Я, кроме Тебя, Нету Царя, только Ты один-единственный. Мы склоняем наши колени, Мы говорим перед Иисусом Царем, Склоняются наши колени перед Ним, И Ему мы поклоняемся, Ему, Ему мы служим, Ему вся жизнь наша принадлежит, Дыхание и биение нашего сердца ради Него. Живя на земле, мы живем ради Его, Ради нашего Царя, Ради искупившего нас, И призвавшего на свой чудный свет, Явивший милость свою, Окруживший любовью Своею, Ему сегодня почтение, Ему сегодня благоговение, Ему сегодня вся слава и честь, Ему величие, Царю царей, И сидящему на троне, Аллилуйя, Кому поклоняются небеса, И стоящие у трона, Живаю достоин, достоин, достоин. Церковь сегодня смотрит на подвиг Твоей души, На подвиг Твой, И говорит, ты достоин, Ты достоин, Иисус, Ты достоин восхваления, Ты достоин святый, Ты достоин признания, Ты достоин песни новой, Песни сердца, Песни души, Песни любви, Песни благодарности, Аллилуйя, Для Тебя, Для Тебя наш Господь, Ты достоин во веки Принять всю славу и честь. Аминь. 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 Можете занять Вашими славами, Будьте благословены, Господь с тобою. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мир вам, дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу быть послушным Духу Святому Я хочу быть послушным Духу Святой Если он коснулся тебе Я хочу быть послушным Духу Святой Субтитры создавал DimaTorzok 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 апостол Петр и я прочитаю это но когда я буду читать мы будем рассуждать на протяжении этого собрания during the course of this service не на своей болезни не на своей болезни но на своей болезни но на исцеляющей силе Господа но на исцеляющей силе Господа потому что ему не разница исцелить какую болезнь большую или малую он исцелит тебя у меня сегодня будет больше как евангельское слово потому что Евангелие это сила Божья для спасения для спасения от греха для спасения от болезни для спасения от проклятищ сила Евангелия она будет касаться тебя она уже касается и ты получишь милость от Господа мы читаем первое послание апостола Петра мы читаем первое послание Петра вторая глава двадцать четвертый стих и поддержите его чтобы все мы сосредоточили внимание на этом слове чтобы глаза были устремлены на это слово это очень важно это очень важно чтобы мы смотрели на слово Божье это очень важно это очень важно вы исцелились аллелуйя ранами его вы исцелились он грехи наши сам вознес телом своим на древо in his own body took on the tree that we would be rid of our sins and would live for righteousness and this is an action that's going on that it was a day when during our repentance we came to Jesus Christ and we said forgive my sins and he touched us it was pleasing for us and joy filled our heart from the feeling of the forgiveness of sins and we believe in that we believe that our sins are forgiven we believe that we're saved we believe that we're the children of God we believe that we're the priestly nation we believe that we're a holy nation people taken and this is very important this is the first part and a very important part of our redemption but there is a second part that is the healing of our sicknesses this is important for God also and for us it's important what is the use if we're sick what can we do imagine if a pastor is sick what can he do he's sick a pastor needs to be well I thank the Lord that our pastors are well right now I was sick once and for a long time I testified about this when pastor Sarishenko was going to Odessa he said you will preach about healing and the devil said look at you you're sick yourself and I had warfare and this warfare went on for four days Monday through Thursday I had this warfare because I knew I needed to preach on Sunday and I need to be a healthy person behind the pulpit because a sick person cannot talk about healing to others doctor heal yourself first and I brought this to the Lord but the illness it got stronger my breathing ceased at one point I couldn't breathe on Thursday night and I went into the kitchen and I'm thinking what shall I do Lord help me help me Lord and I heard that when the Holy Spirit came the Lord came this was four in the morning and I said devil leave me I forbid you to act in my body be out of my body you know I said these words but I heard a noise in the room a loud noise in the kitchen and I felt this movement of the demonic power and the devil with a great noise he left me and he started breathing easy I started breathing easily everything left and four years passed until now I have never had that before and I believe that I won't have that ever because I cast the devil out of my life I cast out the devil who is the source of all illnesses and he left and I'm well hallelujah glory to God and I'm testifying don't be humbled with the illness don't mask up the illness with something else that it should be this way I can get to eternity with this oh somehow we'll get there oh let it be there the devil is masking all of this so that we would sin in it don't believe the lie of the devil resist the devil and he will flee from you with all of his things that he loads upon us he will run hallelujah to the Lord glory to him the Lord has given us strength the Lord has given us authority and we need to resist the devil oftentimes we ask the Lord Lord heal us that is an incorrect prayer if anybody pray this prayer don't pray it again because the Lord has done this 2,000 years ago he healed you 2,000 years ago and it is an action that has been completed and God is not going to come and heal us again again take your infirmities and sicknesses and take him to the cross he did that once and for all and during the course of all years it will work in eternity if you need healing from the Lord God's people will never be ill and we need to resist the devil and just cast out the illness to cast out the illness and accept healing accept accept that which is there already like faith say Lord I accept the healing in the same way as we partake of this holy you can partake of this holiness nobody is going to make you do it pastors will pass by they will be offering but our job is either to take or to keep ourselves from taking and to same thing with the sicknesses you can accept that sickness or you can resist from accepting you can receive health or you can resist from receiving health to cast out the illness when we take this body when we take this blood it is not a body that is sick it is full of health and this blood is full of power to do that and we will ponder upon it we will think about it because many people are sick for their only reason that they are not thinking about the body of the Lord from that many are sick and many are dying how many people died because they were not contemplating about this sickness but they kept on being and said I want today for this very important moment to come a decision step to take place accept this healing as you accept the communion and when the holiness enters into our body when this broken body comes into your body and when this blood that was shed comes into you and it touches your body and with your blood it doesn't matter whether it's well or not but when it touches it sickness can't stay there illness will leave because you are the one who has authority that has power he said all power is given to me in heaven and on earth and I give you all authority and in this authority use it try today use this authority during this communion use the authority of the Lord and you will see a result hallelujah 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 maybe somebody thinks I've been sick for a long time and many people think when they receive a healing that is it is something in their flesh but that's not true that is an incorrect information God doesn't come through sicknesses Apostle Paul had that and he said clearly what was this that was hitting him it was the angel of Satan who was attacking him he came to the Paul he came to Jesus Christ the angel of Satan and he constantly is drawing down and he comes to you and he tells you he says oh humble yourself this is your cross and the Lord loves and he punishes you with your sicknesses many people think like that dear ones it's not true God is a loving father he didn't punish anybody with his sicknesses and he didn't send anybody to take us he said the one who accepts if we're the test children we have our own children but there's other methods of training up our children of disciplining our own children and God has other ways God does not use the methods of the devil he has his own methods but he came to destroy the works of the devil and he destroyed the works of the devil and he healed all people and he said the captive is free maybe somebody thinks I have a sickness that is passed on from my ancestors no matter what you think no matter what you think leave that because it is from the devil when you came to the Lord when you dedicated your life everything that was in the past it was left behind оно уничтожено it was destroyed и осталось только Божье and what was left is what is of the Lord hold on to the Lord hold on to his power когда несли расслабленного when the weak man was carried это записано вторая глава книга Евангелие от Марка that is Mark chapter 2 я хочу чтобы тоже это очень нужно это как пример and I'd like to take this as an example вторая глава Евангелие от Марка второй и третий стих Mark 2 verses 2 and 3 look carefully at these words причины которые препятствовали получить исцеление расслабленное но там были и люди которые преодолевали эти причины преодолевали эти преграды знаете иногда толпа людей она мешает нам получить исцеление они много могут давать советов и неправильных советов и кажется на их взгляд их мудрые советы и если они не сходятся с Божьим Словом не принимайте советы и не принимайте этих людей эти люди которые несли расслабленного четыре верных друга может даже расслабленный не знал куда они несут его но они знали это верные люди они пришли и сразу видели преграду и они saw толпа людей окружила Иисуса проходы все заняты а им нужно прийти к Иисусу и нам мы смотрим на людей и не можем прийти к Иисусу и на этом останавливаемся но эти четверо не остановились на этом они не смогли прийти просто так к Иисусу через дверь но им нужно было попасть к Иисусу они преодолели первые препятствия они не смотрели на этих людей они не посмотрели как реакцию людей будет они начали осуществлять возможность прийти к Иисусу и сегодня дорогие мои не смотри ни на кого если ты хочешь получить исцеление не смотри по сторонам не разглядывай кто получил и кто не получил ты постарайся приближаться к Иисусу приближе к Иисусу для них это не было возможно но у Бога нет невозможного ничего это для людей невозможно то что невозможно для нас это возможно Бог они вышли на крышу и оттуда нельзя подойти крыша мешает иногда нам эта крыша мешает наши учения которые раньше были научены мы вспоминаем это совершенно было по-другому и дорогие мои сколько людей умерло в болезни не получив исцеление потому что не знали правильного подхода не были научены но эти люди они двигались дальше вы знаете что их двигало их двигало вера что они обязательно пропадут преподнесут больного к Иисусу дорогие dear ones у нас не должно быть невозможных вещей не должно импостона мы shouldn't в этом принципе живу я не хочу слышать что есть невозможное я не хочу слышать что есть невозможное всё возможно верующему если тебя двигает вера и ты не смотришь на какие обстоятельства всё возможно они начали убирать препятствия почему они начали раскопывать они придется на remе они убирают ее Многие люди показывали пальцем и говорили, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Но они тащат этого больного к Иисусу. Но они советовали другие, да не обязательно, пусть будет здесь на улице лежать. Многие люди сказали, что вы делаете, что это не так, что вы делаете? Но им нужно было приблизиться к Иисусу. Но им нужно было приблизиться к Иисусу. Знаете для чего? Для чего тебе нужно приблизиться к Иисусу? Чтобы был ты и Иисус. Чтобы не было никаких больших препятствий. Убрать все кровли которые мешают прийти к Иисусу. Это наши твердыни, которые есть в нашем разуме. Потому что их много скопилось за всю нашу жизнь. Это наши сомнения, которые мы неоднократно выходили сюда и не получали исцеление, которое хотели. И я знаю, что есть люди которым дьявол уже сказал ну а сколько же ты будешь выходить? Да тебя уже люди смеются. Это тоже кровля. Раскопай ее. Разрушь ее. Дисмантль it. Если что-то не так лучше подумай что-то не так с моей стороны Если что-то не так со стороны пастырей ну никогда не бывает не так со стороны Бога Бог всегда делает свое дело если правильно подойдем и кровь была раскопана и не знаю какую цену было заплатить хозяину за это все нужно потом было восстановить но это было жизни ради одной цели но это было жизни ради одной цели для того чтобы Господь коснулся больного для того чтобы Господь коснулся больного и Христос видя веру их и Jesus seeing their faith у больного не оказалось верным иногда и такое бывает that happens sometimes многие дьявол успокаивает через болезнь ты больше приблизишься к Богу и the devil tells you oh through the sickness you'll get closer to God you need the suffering и ты страданием навыкаешь послушание это неправда не вера это и лжи никогда через болезнь не приблизься к Богу болезнь только может немножко смирить его буйство ну нашли искать Господа но начи всем сердцем искать Его и поверь в Его обетование если у тебя нет столько веры и найди человека верного человека и попроси чтобы он молился чтобы он понес тебя и помоет раскопать тебе эту кровлю и ты получишь исцеление and you will receive a healing и грез видя веру их и He said seeing their faith нам пришло прощение грехов forgiveness of sins came опять такое неординарное действие стороны Иисуса опять шум среди людей кто может прощать грехи да еще поверь в этих людей и не смотри как люди реагируют Господь знает что делает и чтобы вы знали и чтобы вы знали и for you He says что вы знали что человек умеет прощать грехи сказал расслабленную встань возьми постель твою и иди в дом отвечаю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...